здравствуйте друзья добрый день разговор тут у меня был интересный сегодня и хотел поделиться человек ну семья семья из средней азии там не уточняю какая именно страна и средней азии так уже к полтинничку мужчина трое деток жена естественно и вот они тут в процессе получения политического убежища где-то уже несколько лет находятся живут работают всем все хорошо но у него дома в средней азии остался остались родители собственно пока мать была жива то в общем как-то все было нормально и родители как бы даже поддерживали в этом иммиграционном начинании но так сложилось что отец остался один и ему 70 лет и он как-то вот почувствовал себя не в своей тарелке что ли ну то есть вот как бы ему не хватает сына это а детей у отца четверо то есть не то чтобы уж там детей так как-то вот единственный сын нет их четверо двое живут рядом с отцом еще один ребенок живет в великобритании но там со статусом проще то есть из великобритании ребенок там может приезжать один из детей туда-сюда наезжать на вид навещать а тут как бы получается что и навещать сложно пока нет нет статуса американского очень надо ждать хотя может быть нет недолго и но но все равно и вот как бы отец которому 70 начинает психологическое давление такое как бы оказывать на сына что мол ну ты же там не навсегда но ты же вернешься и наверное скоро вернешься что тебе там делать вот давай уже возвращайся а тут понимаете как детки в общем-то не не такие уже взрослые они уже три года в сша они уже друг с другом по-английски разговаривают мать им в общем они не хотят обратно в ту школу я кстати с ними побеседовал пытаясь понять как там было вот школе где они жили раньше и там старший мальчик он хорошо помнит то есть ему сейчас 13 лет и он такие вещи рассказывать что родители говорят что они не знали что в школе там могли линейкой по рукам дать учителя я кроме того что орали там и так далее а в садике когда они были так тоже могли как бы физически там к ним действия предприниматель там газеты били и родители готов нам не говорил вот мы бы к так не оставили но вот просто я рассказываю помнят дети и не хотят ни в коем случае но я понимаю как бы традицию я понимаю что отец и в общем все это очень понятно но вот мы сидели с ним беседовали он бит вот что 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 ты скажешь я в принципе на эту тему высказывался уже и мы так из точки зрения такой как бы даже эзотерический такой на это дело смотрели что все-таки энергия идет от поколения к поколению не снизу вверх а сверху вниз то есть за забота старшего поколения это их дети забота и их детей это соответственно их дети то есть уже внуки и так далее и люди в возрасте да то скажем я там но у меня уже внуки свои и я как бы с одной стороны я все для своих детей стараюсь сделать по максимуму сейчас уже конечно они взрослые тут что я могу особо но но внуки в эти то есть как бы вся энергия она энергия продолжает идти сверху вниз почему внуки так дорого дороги там дедушкам и бабушкам поймать это же это же как бы весь смысл жизни в том чтобы вот именно они получили вот этот вот как бы толчок разгон энергию потенциал потенциал хорошие слова дать им по максимуму и потенциал этого и чтобы он реализовался во что-то этот потенциал поэтому я уж не знаю я я им сказал и это правда так что когда я думаю о чем-то какие-то этические проблемы нравственные проблемы то я как-то вот пытаюсь на это посмотреть вот я себя спрашиваю как вот наши там великие предки как бы они на это посмотрели авраам исаак яков моисей царь соломон пойти как бы они рассудили и потому что есть какая-то фундаментальная нравственная основа в нашей жизни который идет оттуда она не отличается как-то уж так резко от того что сейчас происходит то есть мы можем конечно сказать что то что было тогда не имеет отношения к того что сейчас и мы уже как бы вот значит свободный вот от той нравственности у нас какая-то своя такая другая но и с одной стороны да мы то есть мы мы говорим да там чти родителей своих правда и одна из заповедей 10 заповедь чти родителей своих но чтить родителей это одно а допустим пренебрегать интересами своих детей и и своими обязанностями по отношению к своим детям это тоже не путь это тоже не путь и в данном случае я не вижу где где вот он допустим тем что он находится здесь где он нарушил допустим вот эту заповедь но но на нему они допустим там мусульмане да истаре и моргане неверующие скорее всего просто я бы традиция значит где где он нарушил эту традицию ли вышел за ее рамки ведь чтить это не значит что когда у кого-то есть каприз каприз ты должен ради этого каприза вдруг наступить на на горло там собственным детям и их жизненным интересом и я вообще не очень понимаю как человек взрослый есть если он допустим в здравом рассудке там и так далее как же он может сказать я не интересуюсь там судьбой моих детей моих внуков но мне вот скучно поэтому пусть их жизнь там обрубится нафиг и вот пусть они там приезжают все меня веселят при том что у него есть четверых детей двое вот они рядом то есть я могу сказать что в письмах наших зрителей здесь не было письма здесь просто разговор возник в письмах наших зрителей я наталкиваюсь иногда на вот похожие истории которые гораздо более драматичные бывают вот представьте себе что это единственный сын представьте себе что это родитель до мамы или папа который нуждается в каком-то ну действительно уходе непосредственном таком и так далее мы знаем людей я думаю что не только я знаю но и вы знаете или там большинство из тех кто нас смотрит сейчас знают ситуации когда допустим мать ну женщина так скажем женщина уходит с работы там я не знаю ну кардинально меняет свою собственную жизнь потому что ее маме нужен уход и она бросает все она сидит со своей матерью и но не все все бросает но тем не менее кардинально оставляет какие-то вещи которые для нее важны и вот она с этой матерью находится она как сиделка с ней находится и так далее намного намного больше драматизма и вот этот нравственный выбор которые люди делают и это их нравственный выбор ты не можешь никому навязывать свой нравственный выбор у тебя такой и слава богу и мы как бы все принимаем если ты сам для себя при какие-то вещи ты на себя берешь мы все понимаем и принимаем и желаем успеха я не думаю что кто-то там бросит камень но когда люди начинают другим как бы говорить вот вот я так считаю и ты поэтому должен так делать нет ну как же вы же не хотите чтоб вам так правда поэтому и вы так не будете делать вот и в данной ситуации вроде бы говорили на эту тему раньше да но но в данной ситуации я хочу сказать что мне захотелось с вами поговорить потому что есть такие расклады когда какие-то люди не не посторонние нам вовсе люди а близкие и так далее когда они начинают оказывать на нас какое-то давление если мы этому давлению поддадимся эмоциям поддадимся там еще чем-то мы себе в жизни не простим и дети наши нам не простят понимаете то есть есть определенное место которое в нашей жизни занимают родители и есть определенное место которое в нашей жизни занимают дети и супруга и друзья и так далее и у всего этого есть своим свое место и у всего этого есть определенный приоритет когда мы свое внимание или свои ресурсы перераспределяем вот между между теми приоритетами которые у нас есть жизни у нас много приоритет у нас не только родители у нас не только дети у нас у У нас много чего есть в жизни, но есть приоритеты. Поэтому я хочу сказать, что чтить родителей, это, безусловно, очень важно. Это нас самих энергетически подпитывает очень сильно. Если мы своих родителей не чтим, мы обескровлены. Нам очень трудно двигаться по жизни. Понимаете, это очень важно, быть в связи с предыдущим поколением, многими предыдущими поколениями. Вот стоять на этой платформе, которая заложена этими поколениями, быть частью этой, это безумно важно. Но весь смысл этого состоит в том, чтобы дать эту энергию, дать этот потенциал и его реализацию нашим детям, следующим поколениям. Весь смысл жизни предыдущих поколений состоит в том, чтобы дать то, что накоплено поколениям следующим. Поэтому вот это приоритет. У нас, безусловно, есть определенные обязанности по отношению к родителям. Но, скажем так, прихоть на этой стороне, или каприз, или фантазия на этой стороне, и жизненные интересы, допустим, детей, семьи и так далее, это несопоставимые вещи. Вот, можно сказать, а что если прихоть тут и прихоть там? Это, пожалуйста, мы можем там рассуждать. Но если тут прихоть, а тут жизненный интерес, я не вижу возможности это все сравнивать. То есть, как бы, мое понимание нравственности и, там, скажем, фундаментальных ценностей, которые есть в жизни, там, человек, вот такое. Поэтому я это так объясняю. Вот такой разговор возник, хотелось мне с вами поделиться. Вот. А так, что делать, ребят? Мы взрослеем. И у нас, да, да, у нас много обязательств и много приоритетов. И мы все время, ну, не каждый день, к счастью, но периодически мы приходим в такую точку, где мы должны сказать, да, вот, есть три пути, да, этот пойдешь. Так будет, так. Направо пойдешь, так будет. И мы должны выбирать, в общем. Человек приехал специально со мной встретиться. Ну, сейчас выходные. Специально приехал из другого города издалека. Тут часов, наверное, десять езды за рулем. Поэтому, я к чему говорю, насколько важно это, насколько его это цепляет, и насколько ему трудно. Понимаете? То есть, у него такое ощущение, что он выходит за рамки, за границей той традиции, в которой жили его предки и так далее. Он говорит, неужели я вот какой-то нравственно неправильно поступаю. Вот он из-за этого приехал, и мы с ним посидели часок, поговорили. Так что, да, что ж, ребят, счастливо и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok